Друзья, слайду, это последний слайд и самый интересный. Вот здесь мы будем говорить уже о тенденциях длиною в один год. Что же все-таки произошло с рынком недвижимости, жилой целого региона, а точнее пяти крупных областных городов-центров. Карта осталась та же самая, друзья. Я ее не менял, здесь колебательные процессы длиною в один месяц. А вот давайте сразу приступим к разбору, так сказать, полетов по этой экселерской таблице, которая внизу. Итак, здесь также социальное жилье, но период сравнения мы видим уже у нас август 2023 года, сравниваем с августом 2024 года. Город Киев, социальное жилье, еще раз пройдемся по цифрам, 1065 долларов за квадратный метр и снижение в годовом измерении минус 1,84%. Обратите внимание, друзья, город Киев единственный показал 2% снижения стоимости в годовом измерении по всему региону центральному. Индекс 0,982. Отрицательный индекс. Город Винница, друзья, 617 долларов за квадратный метр. Рост за год 2,49%. Индекс, естественно, друзья, положительный. 1,025. Город Житомир также показал нам рост стоимости за год 2,06%. Индекс положительный. 1,021. Город Черкассы. 555 долларов за квадратный метр. И за год стоимость квадратного метра выросла до 2,78%. Индекс положительный. 1,028. И город Кропивницкий. Видим 505 долларов за квадратный метр. Рост стоимости всего лишь за год 0,80%. Индекс положительный. 1,008. Подводя итоги, вот здесь, опять же говорю, среднее арифметическое число можете посчитать сами. 657. Сравним 652. Вот здесь, да. И видим, что плюс 0,77% за год в целом по региону увидели снижение стоимости квадратного метра. Индекс у нас также положительный. 1,008. Ну вот давайте еще раз просто проговорим, чтобы было понятно. Я уже об этом говорил в первом слайде. Город Киев, самое дорогое жилье, в два раза дороже, чем во всех остальных городах, а где-то больше даже. Он показал снижение минус 2% в годовом измерении. То есть переоценено жилье, хотя людей достаточно живет сейчас много в городе Киеве. Такое впечатление, что даже больше, чем это было до войны. То есть с учетом того, что переселенцы внутренне присутствуют. Ну и по машинам, по номерам я вижу это все. А вот город Винница, и опять смотрим, как расположение происходит. Вот Житомир, Черкассы, Кропивницкий, Винница. То есть это все центр Украины. И вот еще раз повторюсь, что люди, которые уезжают с регионов, где ведутся активные боевые действия, с прифронтовой линии, они, конечно же, едут в города, где более-менее спокойно. Ну это относительно, везде, конечно, бомбят. Но не так, как друзья в Сумах и не так, как в Харькове, это уж точно. И вот по стоимости квадратного метра вы видите, что в два раза дешевле, чем в городе Киеве, и по аренде та же самая ситуация. То есть люди делают свой выбор, это внутренний мигрант. Это мое предположение. Почему именно центральная часть Украины, за исключением города Киева, и западная часть Украины, за исключением, кстати, города Львова. Ну там город Львов еще положительную динамику показывает, но там тоже очень переоценена недвижимость, и аренда переоценена. Поэтому мы видим вот такие парадоксы. Везде все падает, а вот центральная часть Украины показала нам динамику роста. Теперь немного, друзья, о индексах. Напомню вам, что индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра недвижимости, в данном случае социальное жилье, во времени. Считается он просто, вот показываю 657, делим на 652, и получаем вот этот положительный индекс единичком 0,08, или же рост с процентом соотношения 0,77. На протяжении, это уже самореклама, без нее никак нельзя, друзья. На протяжении многих лет мы готовим индексы для крупных украинских банков, для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И у меня есть возможность делиться данной информацией с вами, частично, конечно же. Я также вижу, что большинство людей, которые, в общем-то, смотрят мой YouTube-канал, а смотреть его, скажу, неподготовленному человеку, наверное, сложно, сплошные цифры. Как мне пишут многие мои друзья, говорят, ничего не понял. Мужик, говорит, с экрана говорит о каких-то цифрах, а что ж с рынком недвижимости? Ну, вот у обывателя такой подход. Это, в принципе, как бы нормально. Поэтому фокус, группа людей, которые действительно понимают эти цифры, это люди, я вижу, у меня такая есть возможность, Google-аналитики, YouTube-аналитики дают эту возможность. Фокус, группа людей, которые смотрят мои видео, это люди, которые работают в финансовых учреждениях, то есть в банковской системе. И вот большинство из них – это риск-менеджмент, управление риск-менеджмента или там отделы риск-менеджмента в разных банках по-разному. Для данной категории специалистов очень важна информация, что происходит с недвижимостью или со стоимостью недвижимости во времени. Они хорошо знают, как изменяется стоимость денег во времени, друзья. А я, поверьте, лучше не постесняюсь, чем кто-либо в Украине, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому в описании моего YouTube-канала есть телефон Viber. Можем созвониться, составим техническое задание и через вот такие индексы на примере рынка жилой недвижимости, показываю вам, вы можете отслеживать все процессы, которые происходят с недвижимостью, которая является залоговой недвижимостью в портфеле вашего банка. То есть вы во времени, это раз в квартал, мы обычно делаем такие научные исследования, и вы будете видеть, что происходит с недвижимостью. Дорожает она, снижается, причем по всем сегментам рынка недвижимости, то есть по всей недвижимости, которая является, в общем-то, ну, которая находится в залоге у вашего финансового учреждения. Немного рекламы. А теперь, друзья, подвели итоги, увидели незначительный рост, почти, ну, можем округлить на 1% в целом по центральной части Украины. А теперь давайте, наверное, подведем итоги, подведем итоги, а точнее, закрою. Поговорим о том, что будет происходить до конца года с недвижимостью по целому региону, друзья. По рынку жилонедвижимости, друзья, город Киев, мы уже видим снижение минус 2% до конца года, остался сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то есть 4 месяца, я даже не сомневаюсь, что где-то в районе по проценту будет снижаться стоимость квадратного метра в городе Киеве. Итого мы выйдем на цифру, наверное, 6, может быть, 7, может быть, 5% в годовом естественном измерении. Рынок, напомню вам, жилонедвижимости. В остальных же городах, это город, напомню вам, Винница, где наибольше всего выросла стоимость квадратного метра, это город Черкассы, это город Житомир и город Крепивницкий. Мы увидим до конца года, в общем-то, да мы уже увидели, просто я на Черкассах это показал, как с июня месяца, вот эта линия тренда, которая показывала рост стоимости по Черкассам, она стала менять свое направление. То есть 2 месяца мы видим отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. Просто там гистограмма за год я показал. По всем остальным городам я, ну, это большое видео получится. Поверьте мне на слово, та же самая ситуация. То есть линия тренда меняется. То есть к концу года мы будем видеть снижение незначительно, может быть, по полпроцента, может быть, меньше, чем полпроцента по всем этим четырем крупным городам, областным центрам. Ну, а в целом, за счет того, что город Киев, в общем-то, уже показывает отрицательную динамику, в целом по региону мы увидим, конечно же, отрицательную динамику. Где-то порядка, наверное, ну, может быть, полпроцента, одного процента за годовом измерении. То есть цифру могу не угадать. Моя задача вам, так сказать, показать эти тенденции. И еще раз повторюсь, в своих, так сказать, тенденциях, я редко ошибаюсь, в своих прогнозах, если говорить о прогнозах, а люди всегда любят, в общем-то, узнать, что будет, что будет, ну, природа человека такая, да, что будет с их недвижимостью, у них живут в квартирах, как правило. И вот здесь, друзья, я применяю метод статистического анализа, на цифрах вам показываю, да, что происходило, что происходит, и предполагаю, что будет происходить, учитывая, так сказать, экстраполирую ситуацию. Следующий метод – это метод классификации. Я сравниваю сравнимые объекты жилой недвижимости. Видите, у меня и по сегментам, первичный, вторичный, и по классам каждый сегмент разбит. И это только по жилой недвижимости, друзья. Напомню вам, мы делаем по всей недвижимости. Это и коммерческая, и домовладение, и земля, и жила, и так далее. Там больше 12 сегментов. Ну и для прогнозов я учитываю, друзья, или использую метод многофакторного анализа. Это метод, который позволяет мне через призму экономических цифр или макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие внутреннего, не просто валового продукта целой Украины, а внутреннего регионального продукта. Есть такие данные в открытом доступе, допустим, той же Киевской области, города Киева, ну и там Черкасской области, Винницкой области, Житомирской области и Кировоградской области. И вот когда я вижу на показатели, которые очень тесно коррелируют с индексом рынка недвижимости, это тоже макроэкономический показатель, который готовлю я. То, в общем-то, картина становится понятная. Рынок недвижимости очень тесно связан, обратная связь, то есть эти индексы взаимосвязаны и являясь, ну это неудивительно, являясь, в общем-то, сегментом украинской экономики, рынок недвижимости, я имею в виду, было бы глупо говорить, что если в экономике все плохо, а поверьте, там все очень и очень плохо. Можете сами посмотреть, кто не верит. Так вот, с рынком недвижимости мы будем наблюдать те же самые отрицательные процессы. То есть будет снижаться стоимость квадратного метра, будет меньше вводиться в эксплуатацию нового жилья, это первичном рынке, будет, естественно, что меньше трансакций, то есть количество квартир и в целом недвижимости, которая, в общем-то, покупается, оно будет сокращаться, хотя куда уже меньше, я не знаю. И, конечно же, один из таких основных показателей, который характеризует в целом развитие экономики, это сокращается количество людей. Вот чтобы вы просто понимали, в недвижимости, ну, недвижимость, это же не марсиане там живут, да, в Черкасской области живут люди, или там в Винницкой области живут люди. И когда количество людей уменьшается, это говорит о том, о том, что недвижимость будет менее востребованная. И также показатель капитальных инвестиций в экономику того или иного региона, он тоже находится ниже Плинтуса. Очень кратко, на пальцах буквально там 3 или 4 показателя разобрал с вами, да почему я считаю, что в целом по региону до конца года мы будем видеть, в общем-то, отрицательную динамику в городе Киеве. Это будет порядка 6% снижения стоимости квадратного метра. А во всех остальных 4 городах, это Житомир, Винница, Черкасса и Кропивницкий, ну, где-то, может быть, 2% плюс будет, где-то 1,5% плюс, то есть будет оставаться еще положительная динамика, но тенденции уже мы видим, в общем-то, отрицательные по этим 4 областным городам-центрам. Друзья, ну, не знаю, как мог, просто рассказал вам о погоде рынка недвижимости целого региона. Ну, проще не могу, уже извините. Я уже и так стараюсь говорить настолько просто, что сам удивляюсь, что у меня это получается, да, мне кажется. Поэтому пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости Украины, и не только, вы должны сделать что? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить, можете там писать комментарии. Но на самом деле вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости, который, я уверен, станут для вас компасом, ну или, как минимум, путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.